Первый ремонт, или можно так сказать, полное техническое обслуживание велосипеда Stealth Miss модель 5000 Велосипед полностью на стальной раме Велосипед очень тяжелый, весит примерно 17-18 кг В магазине он собран был абсолютно неправильно Втулки были перетянуты, смазки добавлено, внутрь не было никакой Соответственно, велосипед отъездил буквально один или два сезона И втулки начали хрустеть К нам он приезжал прошлым летом Мы ему все клиенту показали, объяснили, что все плохо Показали, как крутятся отрастительно втулки И, соответственно, клиент, ну тогда он не захотел обслуживаться, потому что хотел скататься Приехал сейчас Сейчас мы перебрали обе втулки Втулкам очень плохо, поменяли конуса Поменяли подшипники Конуса изнушены вообще в хлам То есть просто начали крошиться Значит, велосипед был очень-очень сильно грязный Мы его отмыли, насколько это возможно Сейчас вот в зимних условиях То есть все равно какие-то подтеки грязи небольшие остаются Но мы, по крайней мере, отмыли переключатели Потому что они были просто такими комочками грязи И, соответственно, настроили оба переключателя Дальше мы поменяли передние и задние тормозные колодки Потому что они были тоже плохо настроены с магазина Плохо, скажем так, упирались в обод Не под тем углом И, соответственно, они быстро износились, быстро стерлись Рубашки и тросики, как вы видите, здесь вот так вот заведены Нам не платят, к сожалению, за изменение вот этой всей истории Поэтому рубашки и тросики мы не перекидывали и не меняли В общем, полная мойка, полная переборка втулок Полная настройка переключателей Ну, какой снежок пошел сейчас, зима у нас Обошлось клиенту примерно в 2000 рублей То есть, грубо говоря, это у нас практически полное обслуживание Потому что каретку тут менять не надо Каретка на промпошипниках Работает она хорошо Проблем с ней нет Вилку мы не обслуживаем Потому что, как вы видите, здесь ход буквально 2 см Что бы с ней ни делать, лучше ей не станет Ну и вот, собственно говоря, и все Рубашки и тросики пока что здесь нормальные Ничего не закисло Потому что здесь у нас подводка к заднему переключателю Рубашки идет снизу Вода туда, соответственно, не попадает И, в принципе, все более-менее работает Износ трансмиссии имеет место быть Но он небольшой Поэтому менять пока ее не нужно В целом, велосипед в хорошем состоянии Несмотря на то, что он был сильно грязный Но вот мы его помыли И теперь он еще поездит, я думаю, ну как минимум 2-3 года Без каких-либо проблем Потому что конус она новая, смазка новая Все настроено, отрегулировано Единственное, что, конечно, вот эти пластмассовые переключатели L2 Которые как раз появились пару лет назад Они уже начинают люфтить Пластик уже начинает разбиваться Пружинка ослабевать И задний переключатель работает не очень хорошо Не так, как хотелось бы Передним, я так понимаю, вообще не ползываю Поэтому он настроился нормально И проблем с ним нет никаких Так что, если будете вот этот велосипед выбирать Имейте в виду, что втулки с магазина здесь нормально Они смазаны, не протянуты Надо снимать колеса, крутить втулки И смотреть, насколько это хорошо работает И если это хорошо работает, то значит мастер молодец Если нет, надо обратиться в любую мастерскую Чтобы вам колесики посмотрели Протянули втулки И все остальное отрегулировали Но велосипед тяжелый То есть, несмотря на то, что он называется мисс То есть, для девушки К сожалению, тяжеловат Я бы такой не стал покупать Потому что 17-18 килограмм На стальной вилке Но это много для велосипеда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова